Так, ну что, всем привет, вы на канале CryptoCommons, на самом ахуительном канале в российском сегменте по криптовалютам, трейдингу и всему остальному. Что хочется сегодня отметить? Ну, во-первых, мы идем четко с вами по сценарию, который озвучивали вчера и позавчера, что мы можем увидеть небольшую коррекцию, ретест вот этой вот сетки EMA Ribbon, как минимум, перед дальнейшим отскоком и продолжением роста. Это, собственно, что мы и видим, так что я надеюсь, что никто не удивлен. При этом мы видим достаточно интересную силу в альткоинах, но об этом чуть позже поговорим. Хочется еще заметить, что индикатор Hash Ribbons показывает выход из капитуляции майнеров, о котором мы тоже с вами говорили уже не первый месяц. Вот здесь все это падение, которое у нас случилось на перегретом RSI. На недельном таймфрейме это будет лучше видно. Весь вот этот рост, точнее, у нас был с вами на перегретом стахастике RSI. Начались медвежьи дивергенции недельные, после этого мы упали. И теперь у нас наоборот, бычий разворот по индикаторам, и мы начинаем расти. Все это связано в первую очередь с хешрейтом сети биткоина, который падал в связи с переездом майнеров из Китая. И с этим же связана капитуляция майнеров, которую мы тут видели. И что это значит? Что, смотрите, она сейчас заканчивается, хешрейт начинает расти, цена тоже начинает расти. И даже несмотря на небольшую коррекцию, которую мы сейчас видим, которую, кстати, не видно на недельном таймфрейме и вовсе у нас зеленая свеча. Даже несмотря на это, мы в целом, скорее всего, продолжим рост, потому что хешрейт начнет восстанавливаться. И когда хешрейт начнет восстанавливаться, это даст нам знаменитый сигнал на покупку по индикатору хешриббанс. И все прошлые сигналы на покупку, если вы посмотрите, как они отрабатывали, они отрабатывали просто крышесноснейше идеально. Посмотрите, особенно после халвингов, конечно, но и в другие моменты времени тоже. Если вы посмотрите, все вот эти синие кружочки сигнала на покупку, все они отрабатывали просто охренеть как. То есть это макросигнал на очень длинный рост. Короче говоря, после каждой этой синей точки следовал очень внушительный и мощный рост. Теперь что хочется еще сказать. В серфе сейчас пилит на второй канал очень крутой видос. Да, не забудьте, что у нас есть еще второй канал, ребята. Подпишитесь на него, давайте пробьем с вами 20 тысяч подписчиков на втором канале в ближайшее время, потому что я для вас подготовил уже сюрприз по этому поводу, не дожидаясь круглой цифры 20, как и, собственно, канал называется 2.0, поэтому давайте, чтобы здесь перед точкой тоже было 2.0. Вот, собственно, серфе сейчас запилит сюда очень крутой видос по поводу фундаментальных ончейн индикаторов от Glass Note. Еженедельный апдейт. Так что давайте поднажмем лайков, чтобы серфе сделал это быстрее, и вы его сегодня чуть позже посмотрите. А пока покажу сейчас пару ончейн графиков, которые я нашел сам в Твиттере. Ну и плюс еще нужно всегда понимать с вами разницу между блокчейном и дерьмом. Об этом вот мы перевели древнюю лекцию Андреаса Антонополоса. У нас новый переводчик на канале Влад. Кстати, зацените его работу. Он теперь будет переводить всякие длинные видео специально для вас. Вот, ну а чтобы почувствовать разницу между блокчейном или дерьмом, достаточно прочитать вот эту вот новость. Сеть Bitcoin SV подверглась атаке 51%. Спасибо Форклогу за эту информацию. Ну вот, Bitcoin SV, если вам известно, это Hardfork Hardfork, а Hardfork Bitcoin Cash, то есть полное вообще говно и аппендикс, даже не битка, а биткэша, подверглась атаке 51%. То есть что это значит? Что в какой-то момент хешрейт захватили больше половины мощностей, и начали спамять неверные блоки. То есть вот цепь даже не раздвоилась, а расстроилась. То есть кто-то намайнил несуществующих монет и успел их загнать на бирже, что самое смешное, я не знаю, или грустное. И, собственно, все, биткоину SV приходит пи***ться потихонечку в связи с этим. Ну как мы и ожидали, потому что Крейг Райт просто ненормальный жулик. И вот уже биткоин биржа BitMart потребовала запретить операции с поддельными Bitcoin SV. Короче говоря, их загнали на бирже, и у меня лично, я, конечно, тот еще спекулянт, я набрал лонг по Bitcoin SV на Poloniex, и хочу вам сказать, что держу пока его в минусе, но думаю, что, может быть, буду сейчас прикрывать, потому что у меня была, конечно, идея спекульнуть на вот такой вот свечке, типа как вот здесь вот, что он взлетит, на новостях, что Крейг Райт якобы там выиграл дело о... Ну, он на себя оформил white paper Bitcoin, что типа это он. Вот, я думал какую-нибудь такую шпильку поймать и выйти, аля, на 10x, и все. Но теперь я понимаю, что, блин, что же я полез-то в эту скамину конченую? Ну, это ладно, это мои проблемы, я думаю, что я буду крыть этого лося, тем более профит составил за эти пару недель гораздо больший совокупный. Ну, я про другое, что, смотрите, эти монеты дали, короче, залистить, дали засунуть на биржу кому-то, и они, скорее всего, здесь сейчас их будут продавать прямо по стакану, хотя стакан, конечно, очень плотный здесь. В принципе, объем вообще небольшой, и монета дико пампо-дамповая. Короче, не удивлен, почему ее делеснули давно еще с Binance и со всех нормальных бирж, и никому не рекомендую торговать щиткоины. Это вот на моем горьком опыте, учитесь как не надо. Вот, а по поводу фундаментальных ончен штук, хочу вам показать пару скринов буквально. Да, кстати, чтобы получать всю эту инфу, обязательно подпишитесь на наш телеграм-канал и телеграм-чат, чтобы получать одними из первых всю полезную инфу. В телеграм-чате вообще очень много всего крутого, ребята постят постоянно. Очень ламповая винтажная атмосферка. Вот, а я хочу вам показать несколько метрик с гласноуда. Ну, во-первых, смотрите, рыночные индикаторы, такие как индикатор резерв риска, находятся просто даже не близко еще к пику. Посмотрите, есть зеленая зона накопления, есть красная зона пиков предыдущих рынков. Вы видите, что мы даже близко не подошли к пику еще здесь, поэтому это все больше похоже на первую разминочную волну. И об этом же нам свидетельствует вот эта вот метрика волны ходл. То есть это, грубо говоря, число монет, которые в профите, которые ходлят. Посмотрите, каждый bullrun у нас минимум три волны. Раз-два-три, раз-два-три, раз-два-три. И сейчас у нас с вами волна раз, понимаете? И в принципе, если вы посмотрите в логарифме и отдалитесь подальше, то вы увидите, что у нас вот такие коррекции всегда бывали перед продолжением роста на бычьем рынке. И побольше коррекций бывали. Так что я думаю, это все-таки очень бычий расклад и бычья метрика. Опять же, смотрите, stock-to-flow deflection – это метрика отдаления от модели stock-to-flow. То есть расхождение с предсказанной ценой по модели stock-to-flow. Посмотрите, всего четыре раза мы были на этой линии нисходящей. Когда расхождение уходило так далеко, это было вот здесь, перед крышесносным bullrun, вот здесь, перед зарождением bullrun, вот здесь и вот здесь, перед самой экспоненциальной фазой этого bullrun. И сейчас тоже похоже, что мы ударяемся, видите? То есть мы очень далеко уходим. Вот это то, что мы здесь зеленое, это значит, что это все сигнал на покупку, потому что пики всех рынков, если вы посмотрите, красные. То есть мы должны быть выше вот этой пунктирной линии 1. То есть мы сейчас в зоне просто очень пригодной для покупок, исходя из этой метрики. Вот, поэтому фундаментал здесь такой. Ну и что еще хочется сказать? Лонги я свои продолжаю держать. То, что они частично у меня разгрузили, теперь я могу снова добирать. Я вот думаю, может быть, даже немножко добирать. Биткоины свея этот несчастный я буду пока держать, но дисклеймер, не финансовый совет, никому не рекомендую это делать. Ну и последнее, что я вам хочу сказать, ребята, специально для вас, по случаю того, что мы скоро пробьем с вами 20 тысяч подписчиков на втором канале, обязательно убедитесь в том, что вы на него подписаны. Вот здесь вот кнопочка подписаться должна быть нажата, понимаете, нажата. И в телеграм-канал тоже не забудьте подписаться. И колокольчик, колокольчик, очень важный этот колокольчик, реально все уведомления, чтобы ничего не пропустить. Вот, в связи с этим, по этому случаю, я давно на самом деле собирался это сделать, но тут меня просто вынудил один чувак, знаете, он сделал видос, где захейтил всех и меня, и богатейшего Ди, и кучу еще блогеров хороших, что типа, мол, у нас на Binance ссылки без кэшбэка в ревках. Специально для вас, ребята, вуаляшечка, я это сделал. Вот это новая ссылка на Binance для всех, кто хочет 20% кэшбэк. Единственный геморрой в том, что вам придется зарегистрировать новый аккаунт. Я, собственно, поэтому этого и не делал. Я ждал от Binance, когда они дадут мне возможность в старую ревку включить кэшбэк. Но они сказали, что это невозможно, поэтому пришлось сделать новую ревку. Ребята, если вам действительно нужен этот кэшбэк, зарегистрируйте новый аккаунт, может, попробуйте без KYC по вот этой ссылке из описания Binance-20. Специально для вас. А остальные ссылки и так, и так уже все с кэшбэком и с бонусами идут. Там и Poloniex, и Femix, так что вот так вот. Не знаю, ребят, надеюсь, вы это оцените. И этот хейтер тоже просто научится хотя бы культурно говорить, потому что видос, конечно, у него так себе. Но, опять же, я это сделал не из-за него, он просто был уже последней каплей. Я действительно собирался это сделать давно для вас, поэтому регайтесь по этой ссылке. А если вам не принципиально этот кэшбэк, то пользуйтесь старой ссылкой, там нет кэшбэка, но тем самым вы и меня больше поддерживаете, понимаете? Потому что если вы крышесносные трейдеры, то я уверен, что вам этот кэшбэк по большому счету вообще до одного места, как и мне, в принципе. То есть я не знаю, что там он говорит, но вот можете сами видеть, какие у меня профиты там за неделю или за две на Bybit, на Binance, на Femix за пару недель. То есть, в принципе, мне с этой рефералки и за год столько не приходит, даже близко, сколько я могу сделать за неделю, за две, торгуя по своей стратегии, которой я делюсь с вами каждое видео, ребят. Поэтому я надеюсь, что вы это оцениваете и обязательно ставите лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Вот, всех я вас обнимаю, желаю вам большущего профита, торгуйте аккуратно, с холодной головой, с риск-менеджментом. И, 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 и. Скоро увидимся. Пока. А, и самый ржак это, собственно, в том, что надо же было угодить так в биткоины с Ви, блин, в погоне за иксами. Смотрите, все остальные альты зеленые на полонексе. Ну, там, ладно, за исключением Доги, XRP. Но в основном все альты уже зеленые отскакивают. Мда, Гриня погнался, блин, в самую скамину залез. Причем говорил вам, что это конченое говно, не надо его покупать и залез сюда по самой неболой. Вот думаю, что делать теперь. Напишите в комментариях, закрывать этот ссаный лонг, пока он в небольшом лосе, или оставлять. Извиняюсь за слово лонг. Всем профитролей. Пока-пока.